Безусловно, главное событие дня – начало учебного года. К нему без преувеличения готовились и школьники, и взрослые. Помните себя в этот день? В руках букет цветов, пиджак на вырос, а вокруг незнакомые лица. А вот действительно, для первоклассников сегодня первый звонок, для старшеклассников – последний. Стандартный набор первоклассника – огромный букет в руках, за спиной – рюкзак. Для равновесия родители старательно выискивают в толпе своего маленького школьника и, кажется, нервничают даже больше, чем дети. И пусть новобранцы пока еще путаются в школьных понятиях, но новую жизнь они представляют в радужных красках осеннего букета. Мама мне купила цветы. А для кого? Для меня. Мне для учительницы. А вот сегодня вы проснулись утром. Страшно ли было идти в школу? Да. Для меня нормально. Я еще спать хотела. К учебе готова? Да. Букет кому купила? Учительница. Уже знаешь, как ее зовут? У меня одноклассники, знакомые. Катя, Москва, Мила. И учился писать, читать. Ну, сложно ли все это после садика? Чуть в стороне старшеклассники. Долгий путь. Отмеренная им школьная линейка не прошли почти до конца. И теперь вспоминают свой первый раз в первый класс. Но самые большие испытания только начинаются. Впереди новый учебный год, а за летние канюкулы уравнения и формулы в голове уже давно перемешались. Придется наводить порядки, шутят будущие выпускники. В голове, ну, сохранилось, может, процентов на 20, не больше. Но это надо наверстывать, потому что как бы даются все-таки недели для раскачки, чтобы все вспомнить. Затем главной заботой для старшеклассников станет подготовка к выпускным экзаменам и выбор будущей профессии. У младшего поколения школьников все только впереди. Ну, думаешь, как, самое главное, чему научиться в первом классе? В новом учебном году педагоги ждут от каждого первоклассники в первую очередь горящих глаз и при этом понимание, что детство закончилось. Ну, я думала, что учители строгие. А на деле оказалось как? Доброе. Получать первые знания в четвертой школе в этом году будут 118 новобранцев. Всех их поделили на пять первых классов. Каждому присвоена своя индивидуальная буква. Тем временем линейка подходит к концу. Перед учениками и родителями возвышается маленькая девочка. Звучит первый звонок. Алихтанзийский Александр Дуркин, Телеканал Север.